МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 22-23 апреля на Одесском морском вокзале прошел третий международный форум образования, подготовка и трудоустройства моряков-2015. Сегодня, как и всегда, большое количество людей, моряков, кадетов, людей, которые ищут работу, которым нужны ответы на актуальные вопросы, которые возникают в течение их рабочего процесса в море. И выставка направлена на то, чтобы на эти вопросы ответить. В течение года, в прошлом году мы с вами общались, и профсоюз, как и всегда, впрочем, работал в направлении ратификации конвенции. Насколько мы подошли ближе, что нового за этот год удалось, чего добиться, какие права отстоять, может добиться повышение заработной платы? Новости за последний год. Ну, новостей, на самом деле, очень много. Закончился очередной раунд переговоров по заключению центрального соглашения между Аймак и АйТиЭф. Затем были локальные переговоры для Украины, переговоры с компаниями, которые завершились подписаниями большого количества коллективных договоров сроком на три года, 2015-2017 год. В плане МЛС мы тоже достаточно активно работаем в этом году. Нашли много интересных контактов в Министерстве инфраструктуры. Появились талантливые молодые ребята, которые способны донести до своего руководства правильную идею и необходимость ратификации конвенции Украиной. И это дает свои позитивные плоды. И очень хочется надеяться на то, что конвенция будет ратифицирована до конца этого года. Объем работы инспектора АйТиЭф в этом году увеличился, уменьшился? К великому сожалению увеличился. Это, видимо, сказывается и с политической ситуацией в стране, и с кризисом мирового судоходства как таковым. Количество обращений увеличивается, как не членов профсоюза, так и членов профсоюза к нам. В основном это невыплата заработной платы, задержки заработной платы, реже это компенсации, еще реже это нарушение условий труда и быта. Но, тем не менее, количество обращений возрастает, эта тенденция не радует. Но тем сильнее и качественнее мы стараемся оказывать сервис и всегда быть там, где украинские моряки нас ждут. И ваше обращение к ребятам, которые сейчас собираются сделать свой первый рейс, или к тем уже, кто последующий, чтобы у кого первый рейс, он не отбил охоту от дальнейшей работы на море? Ну, самое главное, это необходимость понимать свои трудовые права и идти в рейс уверенным, что ты идешь на судно хорошего судовладельца и будешь иметь возможность отстаивать свои права с помощью профсоюза. Иметь трудовой договор, коллективный договор, понимать его, уметь его правильно прочесть. А тем, кому это сложно сделать, особенно тем, кто идет в первый рейс, мы всегда рады оказать консультационную помощь и ждем у нас. Традиционно форум поддерживается Международной морской организацией, Международной федерацией транспортников, Международным советом морских работодателей, Международной ассоциацией судовладельцев, Международной ассоциацией интерменеджер, Международной ассоциацией морских университетов, Морским институтом Великобритании, Институтом морской техники, науки и технологии Великобритании, а также Министерством образования Украины и Министерством инфраструктуры Украины. По разным оценкам, сегодня на данном рынке труда занято от 85 до 140-150 тысяч наших граждан. К сожалению, значительная часть из этого количества работает на судах не под украинским флагом, к сожалению, тем не менее, это не снижает ответственность и обязанность государства за квалифицированную подготовку и содействие их трудоустройству. Министерство инфраструктуры в своем ведении имеет ряд предприятий, которые занимаются тестированием и дипломированием моряков. И в этом направлении в ближайшее время будут озвучены конкретные практические шаги по усовершенствованию этого направления. Основная задача, которую мы вкладываем в эту так называемую реформу, это не снижая профессиональный уровень, упростить и оптимизировать процедуры подготовки и дипломирования моряков. В конференции и выставке принимают участие более 60 организаций и компаний, среди которых морские учебные заведения и тренажерные центры, судоходные и крюинговые компании, производители морских тренажеров и программного обеспечения, а также другие представители морской индустрии. Это прекрасная возможность для открытого общения всех людей, желающих связать свою жизнь с морем, представителями крупнейших судовладельческих компаний, учебных заведений и сделать свой правильный выбор, а также задать все вопросы, которые связаны с безопасностью моряка, инспектору ITF в Украине Наталье Еврименко и представителям профсоюза работников морского транспорта Украины. Напомним, профсоюз работников морского транспорта Украины является членской организацией Международной федерации транспортников ITF. Объяснили очень доходчиво и внятно, что мне делать в следующий раз, если такая ситуация возникнет. Что сегодня для моряка профсоюз? Ну, вы знаете, это защита прав, конечно же, потому что очень много непорядочных работодателей, непорядочных не крюинговых компаний, а непосредственно судовладельцев, которые сдерживают заплату, не выплачивают по тем или иным предлогам. И все-таки ITF оставляет какую-то надежду на то, что вопрос будет решен в пользу моряков. Потому что достаточно тяжелый труд, и это довольно неприятно, когда вы не получаете за свой труд то, на что вы рассчитывали. У каждого есть семьи, у каждого есть какие-то свои жизненные вопросы, которые надо решить. Я надеюсь, что ITF нам будет в этом помогать. И спасибо вашим сотрудникам за то, что разъяснили мне мою ситуацию. Мне интересно было, как профсоюз, работая с ITF, влияет на решение проблем, по невыплате денег морякам, такие нюансы, острые вопросы, когда долго не выплачивают, то есть люди обращаются. Удовлетворительный ответ был вполне. То есть профсоюз работает, это видно, понятно. Насколько сегодня моряку нужен профсоюз? Ваше мнение. Ну, мне кажется, профсоюз – это как мать родная. Он должен оберегать, обеспечивать те условия труда, то есть которые были прописаны в контракте, не отступая ни на йоту от него. Очень многие ребята, которые уходят в свои первые и последующие рейсы, считают, что они справятся своими силами, информацию узнают самостоятельно. Как вы считаете, может, все-таки, как советует профсоюз, проконсультироваться перед тем, как уходить в рейс? Однозначно. Я думаю, я считаю, что вообще должно быть централизовано, это сделано, чтобы профсоюз чуть ли не вместе подписывал контракт с моряком, консультировал его о всех вопросах, потому что есть контракты очень такие, хитрые пункты есть, которые без профессиональной помощи можно, грубо говоря, попасть. Все-таки лучше? Лучше обратиться к специалисту, однозначно узнать, насколько поддержка будет качественно оказана вовремя. Какие-то взять контакты, данные и обращаться, не стесняться. То есть это должно быть однозначно сделано каждым моряком. Морской форум призван привлечь внимание судовладельцев, крюинговых компаний к нашему региону, его возможностям и перспективам. И, конечно же, дает возможность обменяться опытом ведущим специалистам отрасли. Война, цегоры, слезы. Вона постукалась в кожный дим, принесла беду, матері втратили своих синів, дружини, чоловіків, діти залишились без батьків. Олександр Миколаевич Тотлебен. Людина з одного боку легкої, а з іншого дуже важкою біографію. Народився 20 березня 1930 року у Севастополі. Батька Микола Едуардович – офіцер царської армії. В 34-му його взяли. У 38-му у Олександра народився брат, а в 41-му їх мати покінчила собою. Хлопці залишилися на вулиці, але доля була милостива. Їх приютила родина Киреєвих, де вони жили деякий час. Але війська відступали, і Олександр разом з маленьким братиком приєднався до них. Пізвався з Одеси, це тож в Одесу попасть. Приїжджаю, через год квартира, вийшла в мореходку, під доля поступаю, вийшла в мореходку, але в 1960 році 90% набора було іностранців. Мізер був наших отечественних, советських, русських людей. І мене задробили. І плавати, зразу в пароходство, юнга, без проблем, зразу вязали. Ну, без визи, 5 лет без визи сидел. Ну, получив визу, все, я плавав, столько проходил. Вон карту, посмотрите, що на карте делається. Места менше, де не було. І то, що виза була... Ну, все время в Векличі, значит, видно, тут тоже... Нормально був человек, в Векличі, Яков Федотович, що... Открыли визу, і було трех спецрейсів. Трех кругосветних рейсів завершив, це рідкость. Перший рейс був в 1972 року капітан Стрепетов Гена. Перший рейс був в 1972 року капітан Стрепетов Гена. Перший рейс був в Косносногорській тепловоді. Специальні суда були строили в Херсоні, славянський, їх 12 штук построили. Там був Кадыгробов Коля, тож бувший юнг воєнний, на военном королі був. І последніх, я не знаю, де-то є в Одесі, а Матюхинова, ви должны знати, вон, на Задонівській. Последній рейс, вже 89-й год. Вот Советський рейс розвалиться, вот тут интересно. Те кругосветні рейси, я так помню, хорошо, с чого ми шли. Потому що перед первим выходом, вызвали мене капітана, там, куда надо подписаться. І приборчик маленький стояв на мості. І ми проходили, вийшли з Панамы і вдоль побережжя Америки, аж до Калифорнії. І там срабатувала сигнализация радіоактивна. Судна була всяко оборудована, ці суда, вони щас як музею є, і там оборудовані полностью, атома, защита, всього, всього такого. І повзважалися, прибор відснимали, спецрізь ми робили, кругосветний рейс получився. Второй тоже с Кадыгробом. А вот с Матюхином ми шли, не знаю, зашли на Кубу, сахар погрузили на Японию. Тогда ми бату ввозили, вернее, первый рейс шли, загрузились в Риги хлопком. Вдруг хлопок ввести через Панамы, ну, сами представьтесь, ну, ввезли через весь мир, значит, на Японию. А последний рейс, кстати, на Задонске, если я с Матюхином, что-то через Гавану. Посмотрите, любой моря скажет, через Тихий океан идти, Гавайи не проходишь, они встают в стороне. Мы прошли прямо еще на рейде, в пределах видимости Гавайи, поломалась машина, цилиндр смотрели там, постоянно. Намутили что-то. Да, да, и потом пошли. Что мы там делали, кто, кого-то мы, вот, прошли в Японию, сахар выразили потом, это Китай, и так, вот это вот рейсы. Вот это я сильно выполнил. Загадочный рейс был. Нет, не в смысле загадочный, интересный. Мне кажется порою, что солдаты С кровавых, не пришедшие полей Не в землю нашу полегли когда-то А превратились в белых журавлей Они до сей поры, с времен тех давних Летят и подают нам голоса Не потому ли так часто и печально Мы замолкаем, глядя в небеса Летит, летит по небу клин усталый Летит в тумане на исходе дня И в том строю есть промежуток малый Быть может это место для меня Настанет день из журавлиной стаи Я поплыву в такой же Сизенгле Из-под небес по птичьи окликая Всех вас, кого оставил на земле Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин